Привет, друзья! В упоминании слова «диктор». Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет. Внимание, оркестр. Осветители, операторы, внимание, команды, которые зритель обычно не слышит. Их за кадром отдает режиссер в аппаратной. Но Игорю Кириллову иногда все же было можно, ведь для коллег не было секретом, всесоюзно известного диктора на телевидении привела мечта стать режиссером. «Я хотел быть режиссером, за кадром, чтобы кричать там, внимание, мотор, стоп», рассказывал диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов. Телевизионную карьеру начал с должности помощника режиссера. Однако даже в этом качестве он так и не успел освоиться. Всего через два с половиной месяца на центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов решил попробовать. И в тот же день, не успев даже опомниться, уже вел свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию. А еще через неделю рассказывал всей стране новости поистине космического масштаба. На многие десятилетия он запомнил каждое слово того сообщения. 3 октября 1957 года в Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли. В апреле 1961 именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Больше 30 лет в эфире программы «Время» только о самом важном, всегда собранной и невозмутимой. Глядя в экран телевизора, зрители представить себе не мог, каких порой невероятных усилий и нервов стоил каждый выпуск программы «Время». Это такая нагрузка. Привыкнуть к этому нельзя. Всегда выходили красные, руки потные, пятна могли быть на лице и так далее. У Игоря Леонидовича всегда в кармашке таблеточки валидола на четыре части. Он таблеточку под язык и читал эти огромные доклады, рассказывает диктор, народная артистка РСФСР Ана Шатилова. Но даже в главной информационной программе страны, где казалось недопустимым было малейшее отклонение от текста, порой оставалось место для импровизации. Нередко случалось, что новости закончились, а до начала следующей передачи еще несколько минут. И никаких рекламных пауз. И помощник режиссера делал такой жест, мол, выручай, говори пять минут. Но о чем я могу говорить пять минут, не о политиках же верно, вспоминал Игорь Кириллов. И он находил о чем поговорить, о погоде, о спорте. Общался с миллионами зрителей, представляя, как если бы напротив сидел близкий друг или, может, сосед. И если уж нельзя было отклоняться от текста, то подобрать подходящую интонацию или просто правильно выдержать паузу, почему бы нет. Мне думается, самое важное в профессии диктора, ведущего, это добиться доверия зрителей. Самое ценное, самое дорогое, что может быть, это доверие зрителей, доверительное отношение к тебе, говорил Игорь Кириллов. Фирменный, неподражаемый тембр, элегантность и стиль. Женская аудитория вздыхала по нему, и в телецентр приходили тысячи писем с признаниями в любви. Народная молва приписывала Кириллову многочисленные романы со знаменитыми партнершами по эфиру. А он всю жизнь любил одну женщину, жену Ирину. Телевизионный звукорежиссер, она была ему и верным помощником в работе, и самым суровым критиком. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok